Твори, выдумывай, пробуй! Герои нашего нового проекта словно бы взяли на вооружение этот призыв Владимира Маяковского из поэмы «Хорошо». Зачем они это делают? На что тратят свое время и силы? И чего хотят добиться в жизни? Сегодня этот вопрос я хочу задать Ане Цыплаковой и Олеся Тубалец. Ну, мне нравятся эти конкурсы и вообще заниматься вокалом, потому что это какое-то саморазвитие. Также на некоторых конкурсах мы знакомимся с ребятами и более старшими членами жюри. Это огромный опыт и вот так. И огромный опыт. Олеся, а ты? Мне очень нравится заниматься вокалом, выступать на сцене, участвовать в конкурсах. На конкурсах мы знакомимся с некоторыми ребятами. Становитесь друзьями? Да. Здорово, много друзей приобретаешь. Ну что ж, знакомьтесь, у нас сегодня в студии Марина и Олеся Тубалец, мама с дочкой, да? Да. И Аня Цыплакова. И все они руководитель и участники шоу-группы «Класс». Шоу-группа «Класс» появилась в Самаре в 2005 году. Тогда педагог детской школы искусств номер 4 Марина Тубалец решила объединить своих учеников в один коллектив. Сегодня класс объединяет младшую, среднюю и старшую группы, а также дуэты, квартеты и квинтеты. Кроме того, практически каждый участник занимается сольным пением. В репертуаре шоу-группы произведения разных стилей и направлений для зрителей разного возраста и вкуса. Руководитель коллектива Марина Тубалец занимается с ребятами по своим авторским методикам. На занятиях дети прыгают, шагают, танцуют и поют. Класс знают далеко за пределами Самары. Они – лауреаты множества российских и международных конкурсов, участники самых ответственных мероприятий города и области. В 2013 году классу присвоено звание образцового детского вокального коллектива. Вместе со своим педагогом вокалисты мечтают о том, чтобы класс стал музыкальным театром и мог представлять Самару и Россию по всему миру. Скажите, пожалуйста, Марина Павловна, к вам, наверное, первый вопрос. Как попадают девочки в группу? Как вы их отбираете? У нас в группе не только девочки, у нас есть еще и мальчики. Правда, их не так много, но все-таки они есть. Отбора у нас как такового, в принципе, нет. Изначально дети приходили просто в нашу школу искусств, сейчас это детская школа искусств номер 4, и просто записывались на отделение «Эстрадный вокал». И, ну, как можно сказать, по распределению попадали ко мне, а следователи в наш коллектив. Но в дальнейшем просто у меня не было возможности брать всех дальше, потому что сейчас в коллективе уже 27 человек. Мы разрастаемся, и, к моему счастью, не все уходят в выпускники, когда вырастают, и они занимаются и до 19 лет бывает, и до 20 лет. Ну и сколько могу оселить, столько вот детей и обучаю вокалам. Сколько предел-то будет? Ну, не знаю, доходил до 32. Аня, вот вы поете группой. А можно ли быть счастливым в одиночку? Я считаю, что можно быть счастливым в одиночку, потому что, например, когда я выхожу на сцену и пою сольно, я тоже раскрываюсь с какой-то стороны, и это выражение моих чувств, потому что песни мы выбираем, которые нравятся и мне, и которые нравятся Марине Павловне. И я как-то выражаю свои эмоции. Например, в какой-то грустной песне можно выразить то, что чувствуешь, или в радостной песне. Также можно петь много патриотических песен про нашу родину, и это гордость за нашу страну. Олесь, ты мамина дочка. Скажи, пожалуйста, вот тебе из-за этого лучше всех или наоборот тебе больше всех достается за какие-то моменты? Ну, так же, наверное. Абсолютно, как все остальные? Нет, но просто я дома пою еще летом, даже заранее учу песни к новому учебному году. То есть у тебя тренировок больше в связи с тем, что мама все время учитель с тобой, да? Не знаю, да так же, наверное. Олеся, ты со мной захотела петь, или это мама тебя заставила? Ну, я когда была маленькая, я пела. Просто мне мама рассказывала, что когда мне было годик, я дома пела с микрофоном, слова не выговаривала, но что-то там надо, но там делала. Ну, я очень хотела выступать, и потом в шесть лет я начала заниматься в коллективе. Ань, как вы выбираете наряды? Вас ведь много, и у вас, наверное, у каждой свое мнение и свое желание. Ну, например, когда мы поем в ансамбле, у нас есть песня, и вот мы вместе с нашей партнихой, Алексей Ивановной и Марьей Павловной, они выбирают какой-то стиль. Например, у нас есть песня «Музыкант», и мы делали такие костюмы, они как классические, но и современные. Они такие брюки, пиджачки, но мы все делаем костюмы разные. Например, ткань одна, цветовая гамма одна, но у всех разный фасон, который как-то подчеркивает и скрывает какие-то недостатки. Ань, страшно ли вообще на сцене? Ну, конечно, когда выходишь на сцену, особенно стоишь за кулисами, и перед тобой тоже выступают какие-то участники, какие-то сильнее, какие-то слабее, ты это понимаешь. Ну и, понятное дело, я всегда волнуюсь, но когда я выхожу на сцену, я как будто бы раскрываюсь с другой стороны, и мне уже становится спокойно, и я просто отрабатываю то, что я умею. А ты когда поешь, вот ты в этот момент полностью отдаешься песне, или все-таки ты думаешь, «Мой, немножко страшно, ой-ой-ой, а кто там сидит в зале?» Это, наверное, вот когда я только выучила песню, и выхожу ее первый раз петь или второй, наверное, я все-таки думаю, что вот тут вот надо так-то сделать, вот тут вот так вот надо сделать, вот тут вот надо посмотреть сюда, вот тут сюда. А потом уже, наверное, когда я ее пою дольше, я уже понимаю, что я люблю эту песню, и я, наверное, все-таки отдаюсь музыке. Олесь, вы вместе тренируетесь, репетируете, выступаете, то есть проводите достаточно много времени вместе. А когда у вас свободное время, вы наверняка хотите друг от друга отдохнуть, и у вас нет никаких совместных мероприятий? Нет, есть совместные мероприятия, и не только. Но, например, вот летом с младшим составом мы ходим в какое-нибудь кино. Да? Вы не устали друг от друга? Нет, нам только веселее. Мама, не подсказывайте. Нет, но мы вот с младшим составом недавно ходили на один мультик там. То есть нам весело проводить время, и мы не устаем друг от друга. Как вы считаете, в вашем успехе, а у вас однозначно успех, вас многие знают, вы становитесь победителями различных конкурсов, вот какой процент в этом труда, а какой успех и везение? Ой, ну я думаю, что 99% это труд. Это труд, причем, вы знаете, наверное, ну не секрет, что талантливых, очень одаренных детей на самом деле не бывает очень много. Вот, и, конечно же, вот успешными становятся только те, которые очень хотят стать успешными, которые верят своему педагогу, доверяют полностью, и которые вот отдаются этому делу на 100%. Ань, а ты же нормальная современная девушка. Сколько времени ты проводишь за гаджетами, перед зеркалом, может быть, где-то на дискотеках? Ну, на дискотеке я как особо не хожу. Наверное, вместо этого я гуляю со своими друзьями, которые также у меня есть в классе, или я ездила в Артек, который был в Крыму, и я общаюсь с некоторыми ребятами, которые были со мной из самарской делегации, мы тоже с ними ходим гулять. За гаджетами я, наверное, провожу достаточно много времени, потому что также общаюсь с родителями, со своей семьей, с друзьями, или просто сижу, ничего в них не делаю. Вот. Переделка перед зеркалом. Я, наверное, тоже провожу много времени, особенно по утрам, когда я куда-то собираюсь. Вот. Вот так. Олесь, ты же знаешь, что такое вдохновение? Ну да. Чтобы что-то красиво исполнить, нужно ведь вдохновение? Да. А часто ли оно тебя покидает? Бывает. Что делаешь в этом случае? Думаю. Так, о чем? Как бы его вернуть. Как бы его вернуть. Я очень хочу поздравить вас со всеми победами и наградами. Они, безусловно, заслужены. И наверняка будет очень много-много еще. Скажите, пожалуйста, вот прежде чем попрощаться, хочу спросить вас, а есть у вас какой-то лозунг, лейтмотив, какой-то секрет, который вас вот всех объединяет, поддерживает и двигает вперед? У нас есть девиз нашего коллектива, который сложился, этот девиз, наверное, очень-очень давно. Это строчки из песни, которую поют у меня все даже начинающие дети, то есть первые составы, младшие дети, и потом подхватывают все. Вы ее нам пропоете, эту строчку? Или проговорите? Она проговаривается. Вместе скажем? Ну. Мы многое сможем, когда будем вместе! Здорово! И прощаемся со зрителем! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...